Доброе утро! Путь движения выглядел следующим образом. Я наткнулся в Твиттере на цитату из товарища Хазина. Цитат следующий. Либералы предпринимали титанические усилия. Да-да-да, про покушение. Да-да-да. Для начала войны на Украине. А Путина война на Украине не нужна. Либералами предпринимались попытки развязать войну на Кавказе. Так как там очень четко прослеживаются интересы вмешательства Англии. Из-за повышения активности либералов Путин какое-то время назад долго и не появлялся на людях. Поскольку в этот период резко возросла вероятность организации на него покушения. Представьте, есть какой-то министр, у которого рак, жить которому осталось недолго. Так ему во все зубы вставляешь коронки с санистым калием. И говоришь, что во время протокольной встречи он должен подойти к Путину и его укусить. У меня, понимаешь, образное очень мышление. И в отличие от Хазина, я как бы понимаю, что наших стойких министров-то не уговорить на укусить Путина. А вот Медведев, лишенный доступа, можно сказать, к горнилу, его уговорить легко. И вот я себе нарисовал такую картину. Вот представь, такой длинный протокольный стол. Неожиданно на стол вспрыгивает Медведев. И на четырех точках, гигантскими прыжками, как Бэтмен по стенкам небоскреба Нью-Йорка. Начинает нестись по длинному столу в рапиде, знаешь, такой замедленный съемки. 360 кадров в секунду. Нестись к Путину и потом впивается ему, ну куда, в нос, например. И выпускает, значит, вот санистый калий. И, значит, снизу были комментарии по поводу трещи Хазина, предполагающие, что Хазин слетел с катушек. Вот. И что слетел он, собственно говоря... Ну или как минимум пересмотрел или перечитал Дюну. Потому что сценарий-то позаимствован явно. Да-да-да. На что, наверное, стал утверждать, что он, в общем, давно слетел. Его даже из студии выгнал Сережа Доренко. Мне стало интересно, как его выгнал из студии Сережа Доренко. Я стал искать, значит, Сергей Доренко и Хазин. Он нашел, как он его выгнал из студии. А потом неожиданно наткнулся на скандал Сергея Доренко с Михалковым. Вернее, Сережа ни с кем, естественно, не скандалил. Потому что, ну, человек очень остроумный. И, скажем так, аудиторию держать умеет. А вот Никита Сергеевич очень сильно на Доренко наезжал. Что он пренебрежителен. Причем не только к нему. А еще он пренебрежителен к всему, значит, народу, который смотрит эти самые бесогоны. Ну, вот это бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла в духе Никиты Сергеевича Михалкова. С вот таким, вот интенционным началом. Ну, я думаю, надо посмотреть, собственно, а что же сейчас так. Ну, он же производит продукт. Вот это он сидит, значит, в таком кресле в барственной позе. И так немножко сверху со всеми разговаривает. Оказалось, что Никита Сергеевич Михалков, в общем, достоин Хазина вполне. Их нужно, на самом деле, вместе селить. Потому что, значит, Никита Сергеевич считает, что из-за того, что 400 лет назад началась русофобия, я упрощаю, знаешь, монтаж делаю, как у Сурикова. Уже смешно остановить. Из-за того, что 400 лет назад началась, значит, русофобия, поэтому сейчас обучившиеся в какой-то там программе английской в 2000-х годах, значит, государство отправляло обучиться какие-то там 400 или 500 человек, вот они, значит, распространились по российской власти, и Никита Сергеевич приводит список там, ну, 10 или 12 фамилий, и, значит, на какой должности они работают. Там разные должности, ну, то есть, ну, уборщиц нет. Так, а это так Унина перечитал, ну-ну, с Азазелем. Да, ну, например, есть библиотекарьша, вот, директор библиотеки. Страна пропала. И вот на этом основании, значит, на этом основании, знаешь, какой он вывод делает? Что во всем виноват Греф. Почему Греф именно? Непонятно. Потому что Гладиолус, я подозреваю. Да, но основная предъява Грефа заключается в том, что Греф, там, знаешь, цитаты, которые у него выдернули насчет образования в свое время. А, да, мы это обсуждали, да-да-да, с тобой. Не сказать, что мы с тобой симпатизируем товарищу Грефу, но, в общем, в данном случае он виноват во многом, но только исключительно не в этом. Вот. Что, значит, Греф новую систему образования придумывает, а для того, чтобы, значит, эту систему внедрять, проклятая англичанка, которая 400 лет назад нас возненавидела, внедрила, значит, в широкие ряды библиотекарей, помощников, там, я не знаю, депутатов и мусорщиков, значит, своих засланцев-агентов противных, которых товарищ Кадыров предложил, значит, не объявлять агентами, а сажать на пожизненное, да. Ну, чтобы два раза не вставать, да-да-да. Да, и Никита Сергеевич, значит, вот проводит такую большую параллель, хитрым глазом, значит, смотрит в объектив. В общем, они хорошо там все спелись, я чувствую. Ты знаешь, у меня, Никита, к тебе вот такой главный вопрос. Да. Вот мы тут это со слушателями всячески стараемся избегать и не смотреть. Теперь пришел в эфир ты, и нам все это дело рассказал. Нам теперь избегать тебя. А как, вы должны быть в курсе происходящего. А как вот без этого? Ты тут так вот заглядишься, знаешь, тут в пьяном виде ты можешь обнять врага. Это в советские времена. Тоже верно. Вот, и я же беспокоюсь, чтобы, не дай бог, ты не была вот случайно. Случайно. Все, здесь пауза, да, друзья. Мы продолжаем в Ютьюбе. Это программа «Мужские игры» с Никитой Небылицким. Оставайтесь под серебряным дождем. Слушай, я когда про Хазина увидела, я так хохотала. Нет, причем, на самом деле, я нашел прямую цитату. Дуба поехал. Я нашел прямую цитату. Мне одно непонятно, как он служил в очистке. Ты посмотри его биографию. Он же даже в правительстве какое-то время там кем-то был. Ну, вот типа этого старшего библиотека или что-нибудь в этом роде. Но, тем не менее. А еще же есть Делягин, это еще Шепчеев. Там, это русская тройка. Хазин, Делягин. Еще престижной нужен, я не придумал. Кто, но потом придумаю. Третий. Но, на самом деле, и Жириновский опять отметился. Это что-то активность перед Новым годом. Ты знаешь, я послала такую тройку. Хазин, Делягин и Проханов. Какая-то у тебя лошадь очень животастая. Куда она никуда не поскачет такая. А эта тройка не предназначена для того, чтобы куда-то скакать. Но она хотя бы изображать скакание должна. Нет, ну не Проханов. Проханов за возницу сойдет в этой тройке. Прекрасное сообщение Наташи. Можно Егора Просвирина было пристегнуть, но он самовыблился вчера трагически из-за кошки. Егор погиб вчера, да. Наташа пишет нам из Перми. А что-то с такой грустью. Я, например, совсем не грущу, честно могу сказать. Ну, у меня есть некоторые вопросы по поводу... То есть ты считаешь, что кто-то злонамеренно решил сделать хорошее дело? Я не думаю. Я так не считаю, но, слушай, Наташа из Перми нам пишет. Орден русофобов-библиофилов внедрил своих агентов во все сферы российской действительности. Нет, ну ты понимаешь, на самом деле они вообще даже, ты понимаешь, они напрягаться перестали. Они действительно просто берут книжки и перепирают теперь оттуда рецепты. Да что ты хочешь от них? Ну, слушай, один немножко тренингнулся на собственной значимости в мире. Ну, то есть он совсем... Да, доброе утро. Это «Мужские игры». Никита Неблицкая, Дарья Гордиева. Мы коснулись темы про свири, на котором Даша немножко взгрустнулась без тоски и печали. А мне так совсем даже и нет. На самом деле есть вот этот вот знаменитый кадр, когда скорая сдает назад, за ленточку дергает, и на тело просвили, но падает железяка. Так вот, ты на номера этой скорой не обратил внимания? Но они 148 ВВ. То есть получилось 1488, собственно говоря, и прихлопнул просвили уже после смерти. Хазин, Делягин, Кургинян. Такую тройку предлагает. Да, кстати, да. Причем, знаешь, такая тройка, она скачет, а за ней такой туман серебрится. Причем туман серебрится не от снега, который вместо опыта копыт поль пополю летит, а от того, что нафталин, их же из шкафа достали, они в нафталине там были, чтобы хмоль не потратила. И вот, соответственно, этот нафталин с них сыпется и образует такой нафталиновый туман. А всем этим руководит, значит... Прилепин какой-нибудь, например, да. Не, ну слушай, Прилепин, да вознеется-то еще не дорос. Не, Проханов, а Прилепин, кто же там может быть Прилепин? А он на облучке сидит, Прилепин, знаешь, хулиганский запрыгнул. Как на трамвае на прицепе раньше катались. Так что предложил, то есть, Жириновский? Жириновский предложил следующее, что, значит, вот эти вот дни, которые у нас после Нового года, которые мы гуляем, их нужно пристегнуть к отпуску людям, ну, то есть, увеличить размер отпуска. И, соответственно, чтобы люди сами могли распорядиться, куда им вот эти лишние дни подевать. Там, кто хочет на майские, на дольше, значит, огурцы копать, поехать. Или там, кто летом хочет больше отдыхать. А я тут чего вспомнил по этому. Жириновскому вообще делать больше нечего, потому что, ну вот, так в стране все хорошо. Вот все хорошо. Вот нет 620 тысяч человек, официально живых, работающих за доход ниже, чем минимальный размер оплаты труда, на который жить невозможно, ну и так далее. Вот все хорошо в стране. Вот только нужно решить, к чему нам новогодние праздники пристегнуть. К отпуску или оставить их пристегнутыми к Новому году. Но меня заинтересовало другое. Я что-то так смутно вспоминаю. Мне кажется, что в советские времена вот такой длинной череды после Нового года праздников не было. Каникулы у нас были школьные, да, там, 14 января. А вот если кто-то из наших слушателей есть из старшего поколения, вот там моего или там старше, мне кажется, что с 4 числа начинались рабочие дни в советские времена. Вот это я не помню даже в какой момент вдруг. Я тут тебе помочь не могу. Я понимаю, что ты это не знаешь. Я сам не помню, потому что мне так кажется, что... Ты какие года хотя бы примерно ты имеешь в виду? Я думаю, что это вот все появилось уже вот там в каком-нибудь 90-каком-то. То есть вот до этого, мне кажется, что... Ну, понятно, что, понимаешь, пока я там учился в институте, учился в школе, у меня, в общем, было по большому счету все равно, рабочее это время было или нет, потому что каникулы были и там, и там. А вот, когда я уже, ну, собственно говоря, вырос, мне тоже было все равно, потому что так как я никогда не работал по найму... Я только хотела тебе сказать, да, тебе-то откуда это было знать. Да, то мне это было... Ну, мне кажется, что вот я помню просто по разговорам после Нового года родительским, смутно вспоминаю, что вроде как вот первое и второе, они всегда были праздниками, обычно там... С третьего выходили на работу, пишут наши слушатели. Вот мне тоже кажется, что вот в какой момент мы у нас стали это праздниками? Даже некоторые пишут, что второго января выходили на работу. Нет, вот мне кажется, второго не выходили, мне кажется, наш слушатель путает. По-моему, первое и второе всегда были выходными. Про второе очень много сообщений. Второго числа начинали работать, да. Вот в какой момент и под каким соусом у нас... Ну, когда предназначили седьмое января тоже праздником, в какой-то момент же это самые грехи стали замаливать, ну, те, кто принимал решение. Они решили, что если сделать Рождество тоже праздником государственным, то вот это будет и здорово. Хотя, на самом деле, это не очень коннектится с нашей Конституцией. Я ничего против не имею, естественно. Но это вообще не очень конституция нашей коннектится, потому что у нас как бы светское государство. Поэтому церковные праздники, ну, уж никак не могут быть государственными. А вот смотри, да, прости. Это ладно. Екатерина, например, пишет нам, помню, 89-й год, 2-го января, был рабочий день, например. Ну, вот в какой момент вот эта вся череда в нашем сознании и в государственном сознании сделалась праздниками? Это в каком году произошло? Может, кто-нибудь вспомнит? И по какому поводу? Когда все-таки изменилось? Не, понятно. Когда у тебя, допустим, ну, 31-й только недавно стал нерабочим днем, но абстрактно первое, второе и там седьмое и шестое – это праздники, то в обязательном порядке вот в эти четыре дня, ну, по теории вероятности, попадает какой-нибудь еще выходной день. Соответственно, он в серединке, ну, и это растягивает праздники. Но вот в какой момент это стало прямо вот государственным праздником, вот это я не совсем, честно говоря, помню. Но в какой-то момент стало. Да, пока из таких вот, из того, что пишут наши слушатели Дмитрий и Саратов, 31-е декабря был короткий рабочий день, на работу выходили 3-го. Вот, 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 мне тоже так кажется. Вот я из своих детских воспоминаний вспоминаю вот примерно вот это, что 31-го был короткий действительно день, причем он такой совсем был короткий, то есть, ну, типа с работы уходили, ну, я не знаю, часа в два, наверное. Ну, кто как, наверное, ну, вот. А выходили, по-моему, третьего. Вот, по-моему, то есть первое – это все в похмелье тяжелом находились, второго, значит, так… Нет, хуже всем, конечно, работникам «Тюза» было. Потому что они-то выходили на работу прям к утреннему спектаклю первого, и это прям… Зато это всегда были очень смешные спектакли. Ты понимаешь, в чем дело? Смешной спектакль некому было оценить, потому что дети в этом смысле юмора не имут, а папа с мамой сами находились в таком состоянии, что ценить юмор, чего бы то ни было, были неспособны. И бабушки с дедушкой. Так, вот, спасибо Алексею из Вологды, который написал. С 92-го года в России нерабочими были только 1 и 2 января. С 2005-го, с 1 по 5 января, были установлены новогодние каникулы. Позднее, благодаря переносам выходных дней и Рождеству 7 января, продолжительность в отдельные года доходила до 11 дней. То есть 2005-й год. Это же получается, что Жириновский, а также и же с ним, покушаются не на какие-то там абстрактные каникулы новогодние, они покушаются на достижение эпохи Путина. Ну, это же так нельзя, это же может плохо закончиться. Что такое? Старику отказал нюх Жириновскому. Но он сейчас тебе быстро это объяснит. Каким-то подъемом или абсолютно. У меня есть такая любимая книжка, я уже много раз говорил нашим слушателям, найдите, прочитайте. Называется она «Физики шутят». И там всякие смешные истории с физиками. И там была история с Нильсом Бором, который, значит, пафосно шел по университетским коридорам. К нему подбежали какие-то студенты, принесли график ему показывать, чтобы он объяснил, вот почему так характеристическая кривая на этом графике. Он, значит, взял, долго-долго объяснял, что и почему, а студентам неудобно было. И они так мялись, мялись. Потом, когда он уже объяснил, говорит, график наоборот держите. Он его повернул и вот тут же объяснил ровно наоборот. Вот так и с Жириновским. Только Нильс Бор еще и физик гениальнее, а Жириновский нет. Ой, пишет нам. Что же вам дались эти праздники? Ну, есть они отличные и так всю жизнь работают. Нам ничего не дались. Ребят, спокойно. Мы над Жириновским стебемся. Спокойно, спокойно. Я-то за. Мы не... Сейчас ни слова не прозвучало о том, что это надо сократить. Нет, нет, нет. Я про то, что Жириновского зациклен на праздник. Это уже второй раз, когда он взъехал на эту тему. Жириновский покушается на Рождество, Дмитрий из Нижнего, пишет нам. Он покушается на достижение эпохи Путина. Это гораздо хуже. На Рождество-то можно покуситься. А вот на то, что все, что сделал Путин в мире гениально, ну, это я бы на месте Жириновского поостерегся вообще. Никит, ну вы эту бомбу закинули. Вольфович сейчас задымился, пишет там Станислав. Ну, должен. Для того и закинули. Ты мне вот что скажи. Опять я. Опять я ему должна... Да вот ты у меня отвечаешь за все эти вещи. Вот скажи. Вот у нас был в гостях, причем довольно долго. Он перепутал час, к которому надо прийти. Сначала отсидел один час, а потом отсидел второй. Марат Хуснулин, как ты помнишь, в прайм-тайме. Тогда он был вице-премьером Москвы, а сейчас он вице-премьер России. Но надо заметить, что Марат Хуснулин произвел на нас впечатление с Дашей вполне себе рационального, разумного, а главное, с очень хорошей памятью человека. И человек, который если о чем-то говорит, то он обычно предмета, которым говорит, знает. Вот в отличие от Владимира Вольфовича, например. Потому что из Вольфовича слова, они вываливаются. Он вот идет, а они из него падают, как из лошади иногда, знаешь. А ей такую штуку на попу надевают, чтобы из этого в цирке не падал. А вот Вольфовича забыли надеть, и из него падает. Так вот, Хуснулин отнюдь ничего не падает. Он если что-то говорит, то это знает. И вот Хуснулин наехал, значит, на промеле, который у нас есть, что он, по-моему, сделал зря. Вот, но дело не в этом. Дело в том, что Хуснулин у нас возглавляет комиссию по безопасности дорожного движения, и он отвечает за нулевую смертность. Так вот, Хуснулин выдал нам цифру, что мы в год-то теряем вовсе не 10 тысяч человек, которые на дорогах, которые нам по статистике гламурно отчитываются ГАИ, а вовсе даже и 60. И когда вице-премьер, отвечающий за безопасность дорожного движения, такую цифру в эфире озвучивает, это значит, что он обладает всей полнотой информации раз, и документами официальными два, потому что иначе бы он этого не озвучил. Поэтому я цитирую. Когда ты порог повысил на 10 километров в час, тебя оштрафовали, это крайне неприятно. Но как председатель комиссии по безопасности дорожного движения должен заметить, что мы более 60 человек в год теряем на дорогах. 60 тысяч. Как председатель комиссии по безопасности дорожного движения должен заметить, что мы более 60 тысяч человек в год теряем на дорогах. Так, а это он ведомостям, по-моему, да? Ну вот он интервью ведомостям давал, довольно много там что-то разного сказал. Причем надо сказать, я небольшой сторонник ужесточения норм. Я просто считаю, что, например, в городе нештрафуемый порог 20 – это глупость. Ну, потому что если ограничена скорость на какой-нибудь маленькой узкой улице 40, а ехать там 60, то это в полтора раза превышает скорость допустимую для движения по этой улице. И другое дело, что у нас половина ограничений сделана просто по принципу «давайте знак повесим», или «Гаишнику на день рождения подарили», но, тем не менее, вот идет улица, например, Красноармейская, на аэропорту или Черняховского, на них ограничено 40. Там нельзя просто ехать 60, реально нельзя, никто не может, потому что подавишь людей. Узенькая улица, заставленная машиной с нующими туда и сюда пешеходами. Ну, в общем, я ничего против не имею, но цифры, которые огласил Хуснолин, она на самом деле пугает. Я пытаюсь понять, откуда у него цифры. Откуда? Ну, как, откуда у председателя комиссии по безопасности дорожного движения могут быть такие цифры? Да нет, это понятно, мне просто интересно, кто ему такую цифру принес на стол. Это просто очень интересный момент. Ну, скорее всего, ему принес ее статистический комитет, иначе бы он ее просто не озвучил, Хуснулин. Ну, он, мало того, что старый аппаратчик, он еще довольно хитрый человек. Он, если что-то говорит, то он за это может ответить и может это доказать. Ну, ты ж помнишь, как он себя обычно ведет. Ну, вот, я к чему это все хотел сказать? Вот смотри, есть такая организация, Автоплюс называется. Это контора, которая в Испании техосмотры проводит. Там, как бы, система такая. Вот этому Автоплюсу принадлежат все пункты техосмотров. А, значит, различные организации, они предлагают свои услуги на тендерах. Ну, и кто-то выигрывает тендер, и частная компания в этом месте такая, в этом месте такая. Причем, это довольно сложная антименопольная система, чтобы их не было там одна или две. Их там много должно участвовать. Там есть предельное количество человек, которые может компанировать. Короче говоря, техосмотром занимаются частники, но надзирают за этим техосмотром специально созданная государственная служба. Что, в общем, наверное, правильно. Ну, чтобы не было... Собственно, и нет никакой коррупции. То есть нельзя пройти техосмотр, если у тебя что-то не так за деньги, к сожалению. И они, значит, ты когда проходишь, регистрируешься у них на сайте. Они тебе от нечего делать присылают всякие статьи про дорожное движение в Испании. Вот недавно пришла статья от них, где ДГТ, это служба, которая занимается контролем за дорожным движением, в том числе камерами. И, значит, директор вот этого ДГТ отвечал на вопрос там кого-то из людей, что вот типа вводят какое-то устройство, которое будет контролировать, что, значит, перед камерами не оттормаживались и потом после них не разгонялись. Ну вот, исключающие вот это оттормаживание против камер, перед камерами. И он ответил, что, значит, это невозможно, это юридически незаконно, устройство такое поставить нельзя. Короче, вот все будет как будет. И вот у камер, собственно, функция заключается не в штрафовании, а в предотвращении превышения скорости на особых участках этого самого дорожного движения. И там прозвучала цифра количества камер, которые есть в Испании. Вот в Испании стационарных камер на дорожную сеть 741 тысяча километров протяженностью, 780. Это общее количество камер. А я это прочитал, что-то у меня смутно всплодил. В Москве какая-то совершенно другая цифра была. Я взял и посмотрел, сколько в России камер, сколько, соответственно, протяженность дорожной сети. Протяженность дорожной сети в настоящий момент в России, ну, с твердым покрытием, 1 миллион 200 тысяч километров. Ну, 290, если быть точным. И полуточка, все равно, в два раза больше, чем в Испании. Что, вообще-то, дичь, потому что площадь России, ну, несоизмеримо больше в Испании. И это значит, что просто она не освоена территория. Ну, ладно, уж как есть, так есть. Так вот, ну, вот эти вот 1 миллион 200 тысяч, 290 тысяч километров протяженности дорожной сети, с дорог с твердым покрытием, в России 15 тысяч камер. То есть количество камер на 1 километр пути в России выше в 20 раз. При этом автомобилизация населения ниже, чем в Испании, почти в два раза. Ну, в 1,8, если быть точным. Количество автомобилей на, значит, душу населения. Тем не менее, в России в год, по официальной статистике, не Хуснулинской. В прошлом году погибло 10 400 человек на дорогах. Вот в Испании погибло 902 человека на дорогах. То есть меньше в 11 раз. При том, что камер гораздо меньше. И я уже говорил неоднократно, что люди-то превышают на самом деле. Ну, то есть вот не едет никто, эти самые 120 практически. Едут все быстрее. Ночью едут сильно быстрее, потому что запрещен контроль, скрытое патрулирование ночью. То есть машина не может быть гаишная. Ночью мерить скорость. Более того, она должна ехать по дороге с этой синей мигалкой. Ее должно быть видно издалека. И запрещены там коптеры еще есть, и вертолеты, с которых тоже пытаются контролировать скорость. А днем едут, ну, в лучшем случае едут 129. Ну, то есть разрешенный лимит вот 9 километров в час. Ну, не 9, 8 на самом деле, ну, неважно. А вообще-то на самом деле основной поток едет где-то 140. Ну, то есть он превышает остальной поток. И как-то вот от этого аварийность не повышается. Причем вот эти разговоры о том, что типа штрафы большие, ну, во-первых, не такие они большие относительно доходов. А во-вторых же дело не в размере штрафов. А просто если камер много, и тебя за день наловили, например, на 20 раз, то суммарно у тебя штрафов будет гораздо больше. И вот как раз, когда я вот это вот все прочел, собственно, я ехал на мотоцикле в Эликанте. А у меня стоит программа эта, которая камера знает. Ну, и она, чтобы не смотреть, где она там есть, а не обозначена, но чтобы внимания на это не концентрировать, она прямо в часы начинает тебе зазыкать. И как бы ты знаешь, что вот камера. Я обратил внимание, что от Камбрилса до Эликанта это почти 500 километров. Две камеры всего. Причем это автобан, на котором, в общем, ну, как-то хочется нарушать. Хочется, да. Да, и тем не менее их две. Ну, собственно, я даже себе представить не могу там где-нибудь в России такую ситуацию, что вот на 500 километрах стояло две камеры, только если их просто по недосмотру еще не успели поставить. Ну, вот ты знаешь... Это было одно время, когда на М11 не было камер. Вот, их пока до сих пор нету. Не, они уже есть. Нет, оно появилось, пока они появились, вот чуть не доезжая, ну, условно, между Истрой и Москвой, вот на этом куске. То есть, если до этого не было вообще, то сейчас... Не, ну, слушай, понимаешь, это... То есть, они явно будут появляться, конечно. Да, лиха беда начала, да, они, конечно, появятся. А так вообще, на самом деле, там, та же трасса Москва-Ростов, она утыкана камерами, их очень много. Вот, и там уже не поносишься. И думаю, что на самом деле не поносишься и по этим самым... По Москве-Питеру очень скоро. Причем, знаешь, вот эти разговоры, что вот у нас там скорость ограничена мало. Знаешь, в Испании же ограничили вот эти 120 километров в час в 2008 году. До этого было 130. И ограничили, объяснив это тем, что экономике плохо. И вот, типа, нужно... Вот какая-то такая была байда, что, типа, экономике плохо, вот как раз кризис 2008 года был. И, типа, нужно снизить, чтобы меньше расход топлива был. Никита, давай мы продолжим через несколько минут эту тему. Никита Неболицкий и мужские игры. Оставайтесь под серебряным дождем. Не забывайте про видеотрансляцию у нас в YouTube. Субтитры сделал DimaTorzok